Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, как влияют на организм разные виды чая. К чаю не стоит относиться легкомысленно. Это не только вкусный и ароматный напиток. В зависимости от компонентов чай может действовать на твой организм по-разному. Поэтому всегда руководствуйся при выборе чая не только приятным запахом, цветом и вкусом. Обращай внимание на действие состава чая. Учись правильно заваривать чай Слишком крепкий и концентрированный напиток может принести тебе вред. Ведь в многих чаях, особенно травяных, содержатся природные вещества-стимуляторы, которые моментально меняют состояние организма и влияют на работу разных органов. Зеленый чай Полезен всем людям с замедленным обменом веществ. Этот напиток весны Чай богатыми на кислотами и антиоксидантами. Чай с мятой Очень помогает тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Но следует помнить о том, что мятный чай создает дополнительную нагрузку на сердце. Его нужно применять с осторожностью и не пить слишком много. Чай с мелисой Отличное природное успокаивающее. Кроме того, мелиса является мочегонным средством, потому хорошо подойдет тем, кто хочет похудеть, помогает при интоксикации. Чай с имбирем Придаст энергии, повысит кровяное давление, добавит бодрости и ясности уму. При респираторных заболеваниях чай с имбирем — лучшее средство. Он прогревает горло и помогает организму справиться с вредными бактериями. Имбирь способен снять тошноту, повысить иммунитет. Чай с ромашкой Настоящие снотворные Также ромашка очень полезна для работы желудочно-кишечного тракта. Чай с бузиной и чай с липой Помогает при простуде, кашле, общих недомоганиях. Белый чай Очищает сосуды, обладает тонизирующим действием, подходит детям. В нем находится незначительная концентрация активных веществ. Желтый чай Настоящий антидепрессант. Обычно его заваривают в прозрачной посуде. Листья так красиво распускаются, словно настоящие цветы. Красный чай Согревает и повышает иммунитет. Его нужно пить после еды, потому что активные вещества в чае могут подействовать слишком сильно, если употребить его натощак. Черный чай Повышает работоспособность и умственную активность. Слишком крепкий черный чай имеет воздействие на ворганизм, аналогичное наркотическому. Не стоит делать очень насыщенную заварку. Особый вид черного чая Пуэр, он обладает исключительным стимулирующим действием и подойдет всем, кто хочет победить сонливость и продуктивно поработать в ночное время. Употребляя чай время от времени, ты обезопасишь себя от многих заболеваний. Перед применением этих рекомендаций проконсультируйся с врачом. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал. Нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok